В Красноярском театре «Кукол» презентовали уникальный теневой спектакль. Особенно эта постановка еще и потому, что спустя промежуток ее представляют новый актерский состав. Не бойся меня, Иван Царевич, я не причиню тебе бреда. Твой конь уже утолил мой голод. Спектакль Иван Царевич и «Серый волк» — это удивительное переплетение древнекитайских традиций театра пестрых теней и русских народных промыслов. А современные световые эффекты создают совершенно новое восприятие знакомой сказки. Эта постановка известна и за пределами Красноярска. Ее демонстрировали на российских и на международных фестивалях. И встречал его народ радостью и весельем, как государя будущего. Показывают этот спектакль в Красноярске уже больше десяти лет. Для того, чтобы освоить технику театра теней, наши актеры ездили даже в столицу. С тех пор, так или иначе, сменился не один актерский состав, а вот куклы в постановке играют все те же. 15 лет этим куклам, потому что у нас был первый вариант. У нас было два экрана, мы тоже учились, режиссер учился. Потому что информации даже 15-14 лет назад было достаточно мало. Мы ездили в Москву на фестиваль, и мы сходили в театр теней московский. Нам актеры показали, как работать. А после спектакля маленьких зрителей ждал еще и мастер-класс. Ребятам показали и рассказали, как самостоятельно сделать теневую куклу. А главное, предложили, пусть и ненадолго, стать театральными актерами и даже поставить собственный спектакль. У нас сегодня премьера мастер-класса. Мастер-класса еще не было в нашем театре. И вот мы начинаем такую, хотим вести это как постоянную такую традицию. Мастер-классы не только для теневого спектакля, но и для других видов театра кукол. Юные театралы, надо сказать, идею одобрили. Всем пришедшим на мастер-класс предложили сделать кукол для сказки «Ребка». Каждый ребенок мог выбрать персонажа на свой вкус. Кто-то мастерил бабку, кто-то деда, но больше всего получилось кошек и мышек. Мышка за мышку! Мышка за кошку! Кошка за кошку! Кошка за жучку! Жучка за жучку! Я так боялся перед тем, как показать театр. Ну, и у меня еще не получалось с мышкой высотой. Ну, когда я вышел, ну, когда я начал показывать, у меня все тут же начало получаться. Мне очень понравилось. И еще из-за этого, то, что показывает театр, это почти то же самое, то, что ты его смотришь, только ты его смотришь с другой стороны и руками двигаешь. Такие спектакли с полезным продолжением в театре обещают организовывать регулярно. Следующий состоится уже в марте. Дина Володин, Алексей Овсяников. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok